Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1396. Разбор ответов Архимандрита Амросия Юрасова. Вопрос 57. Как понять евангельские слова? Лука 16, 9. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Отвечает Архимандрит Амросий Юрасов. Этого богатства сейчас много. Например, коммерсанты занялись бурной деятельностью. У них ведь тоже неправедное богатство. А могут они его употребить и во благо. Не копить где-то в банках, а жертвовать на церковь. Подавать нуждающимся. А те за них будут молиться. За него молитва огромной силы пойдет. Злой дух пьянства мигом отойдет, и он получит исцеление. Поэтому, когда мы подаем за усопшего или здравствующего, страждущего человека, человек исправляется, бес от него отходит, ему становится легче. Вот что означают слова «неправедным богатством». Многое дано священнику в благодати. Он может держать ее в себе и никому ничего не отделять от нее. Обратиться к нему человек, он с ним поговорит с пятая на десятая, ни о чем. А можно по-другому поговорить, посочувствовать, привести к покаянию и простить ему грехи. Когда священник творит добро, данное ему Богом благодатью, помогает одному, второму, третьему, тогда он неправедным богатством приобретает себе друзей, молитвенников за него. Комментирует ответ Архимандрита Амбросия Игнатий Тихонович Лапкин. Этот ответ невозможно рассматривать по слову Божию. Здесь одно гнилье, и ухватиться не за что, держать в себе, не отделять и так далее. Ни слова из слова Божия, ни слова и о Христе, но криком кричит Архимандрит. «Камерсанты, давайте мне деньги, я куплю себе еще несколько крутых заграничных машин и самую дорогую видеотехнику, я же наместник Христа на земле, не дашь? Прокляну и пойдешь в ад!» «Слушай, о Архимандрите, ничего этого ты сделать не сможешь. Тебе нужно плакать и рыдать в прахе и пепле. Тебя еще не мял и не давил Господь как должно. Но хорошо запомни высказывание двух святых о священстве, то есть о тебе конкретно. Иоанн Златоуст говорит, большая часть священников погибает. Это приговор. Постройте всех архиереев и священников и прикиньте на глазок, что больше половины будет гореть в аду, и вы уже кичиться перестанете этой благодатью». «Когда таких искателей счастья узнал Иоанн Златоуст 13 ноября, он изверг много епископов и священников, как совершенно не соответствующих своему сану. А сегодня такие горе-пастыри создали из себя кумиров, идолов, как говорит Василий Великий». «Также позлощены и так же безгласны действуют, как антихристы, как обличает их святой Иероним Стридонский». Память 15 июня. Симеон Юродивый, память 21 июня, изображал таких цинников алтарных, надевавшими вместо ораря колбасу и макавшими ее в горчицу и евшими. Сладкая жизнь поповская кончится горчицей гиенской. «Кто сегодня скажет искренно и священство, не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией, как сказал Кирилл Иерусалимский?» «Чтобы выговорить эти слова, как минимум необходимо научить людей священному писанию и самому говорить слово Божье не по бреду своего больного ума, но в страхе Божьем». Григорий Богослов, память 25 января, назвал собор епископов гусями и журавлями, пихающими друг друга. Встал и ушел от них. Православный патриарх Феофил, память 13 ноября, гнал Златоуста и с православным епископом Форетрием на горных тропах искали убить Иоанна. И с ним в группу захвата входили только православные монахи. 4 февраля, Исидор Пелусиот гневно обличал своего епископа, а епископ Флавиан, память 18 февраля, говорил, цитата, «Епископы возлюбили тьму, угождая более земному царю». А Георгий Исповедник, память 7 апреля, видел в видении «На горнем месте вместо епископа ходит дикий кабан, уши и хвост его обрезаны». Святой Ириней Леонский, 132 года, рассуждает о том, какое тяжкое наказание ожидает плохих пресвятеров, «И как высоко нужно ценить истинное пастырство, убеждает удаляться тех, которые, будучи, цитата, многими почитаемы за пресвятеров, служат своим похотям, и хотя кажутся имеющими страх Божий в сердцах своих, но уничижают других, гордясь своим старшинством и скрыто делают зло». Святой Ириней учит иметь общение только с теми, которые, цитата, «хранят учения апостолов и, исполняя обязанности пресвитера, предлагают учения здравые и ведут бессоблазнительную жизнь к утверждению и исправлению прочих». «Каждый удостоившийся священства должен служить только алтарю и жертвам, заниматься только молитвами и молениями, и не оставлять церкви для занятия земными и мирскими делами, но трудиться денно и ношно для дел небесных и духовных». Киприан Карфагенский, 258 год. Еще цитата. «Мне стыдно за других, которые, не будучи ничем лучше прочих, с неумытыми руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело, и прежде, нежели сделались достойными приступить к священству, врываются в святилище, теснятся и толкаются вокруг святой трапезы, «как бы почитая сей сам вне образцом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчета». «И такие люди, скудные благочестием, жалкие в самом блеске своем, едва ли немногочисленнее тех, над кем они начальствуют. Не знающие ни того, что должно говорить, ни того, что должно делать, лучше учиться, нежели не зная учить. А потому брать на себя труд учить, пока сам не научился достаточно, и по пословице «на большом глиняном сосуде учиться делать горшки», то есть «над душами других упражняться в благочестии, по моему мнению, свойственно только людям крайне неразумным и дерзким». Григорий Богослов. Годы жизни 329 по 389. Цитата. «Прежде, нежели узнают наименование священных книг и научатся распознавать письмена писателей Ветхого и Нового Завета, и едва только затвердят два-три слова благочестия, и то понаслышке, а не из книги, как уже считают себя мудрыми и книжниками, и законниками, и желают, чтобы другие люди звали их учителями, «Положим, — говорит он, — что иной не порочен и взошел на самый верх добродетели. Все еще не вижу, каким запастись знанием, на какую понадеявшись силу отважится он на такое начальство, ибо править человеком, самым хитрым и изменчивым живым существом, действительно есть искусство из искусств и наука из наук. А для этого столько требуется ума, какое надобно тонкое и глубокое знание природы и души человеческой, какая проницательность, сколько опытности, вот почему не нужно искать священство в молодости, вот почему церковь определяет для вступления священства известный возраст, ранее которого принимать сам не позволяется. В диаконы не ранее 25 лет, в священники не ранее 30 лет. Шестой Вселенский Собор, правила 14-15. Об этом подробно говорит в трех книгах о должностях священнослужителей. Амвросий Медиаланский. Вот четыре качества, которыми должны обладать они. Мудрость, справедливость, мужество и воздержание. Святой Иоанн Златоуст 350 по 407 годы. Состояв звание диакона в Антиохии и желая избежать пресвитерского и епископского служения, написал в свое оправдание шесть слов о священстве. Священник должен во всем столько превосходить всех, за которых просит, сколько защитник превосходит защищаемых. Душу священника обуревают волны сильнейшие тех, которые ветром поднимаются в море. И прежде всего видится огромная скала тщеславия, любовь к похвалам, желание чести, неразумные и вредные почести, благосклонности, робкий страх, отсутствие дерзновения, великий вид смиренно-мудрия, в котором истины нисколько, устранение обличений и эпитемии, или, лучше сказать, применение их даже высшей меры к людям незнатным, а пред людьми, облеченными властью, несмелость, не позволяющая и рот открыть. Пороки священников могут быть и скрыты, но хотя бы они были и малы, скоро делаются известными. Грехи обыкновенных людей, как производимые во мраке, губят одних согрешающих, а порочность значительного и известного многим мужа наносит общий вред всем. Для священства должны быть избираемы такие души, какими благодать Божия некогда показала в Вавилонской печи тела святых отроков. «Знаю многих, подвязавшихся все время, изнурявших себя постом, пока они могли быть в уединении и заботиться о себе, угождали Богу и каждый день успевали в любомудрии. А когда, встав в толпе, принуждены были исправлять невежество народа, тогда они в самом начале оказались неспособными к такому делу, весьма много повредили себе и не принесли никакой пользы другим». Итак, рукополагающему следует подвергать большему испытанию рукополагаемого, а еще больше самому рукополагаемому следует испытывать самого себя. «По причине неопытности одного из людей доводится до последней погибели». «По причине неопытности одного, много людей доводится до последней гибели». Конец цитаты. По слову Златоуста, священник должен быть человеком образованным, особенно же сведущим в священном писании. Блаженный и раним 340-420 годы в своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства. «В службе Христовой не ищи мирской прибыли. В противном случае и о тебе будут говорить. Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа». Прокоремия 12.13 «Клирика, который занимается торговыми делами, из бедняка стал богатым, бегай, как язвы. Священник, заботящийся о собственном обогащении, делает себе бесчестие». Иероним советует по возможности избегать даже подарков. Что пользы, если ты не ешь скоромного, а между тем выбираешь себе лакомые яства? Поверь, самый строгий пост там, где хлеб и вода. Читай как можно чаще божественное писание, или лучше не выпускай из рук священных книг. «Чему ты должен учить, тому научись сам. Берегись, чтобы поступки твои не опровергали твоих слов, чтобы в то время, когда ты проповедуешь в церкви, кто-нибудь про себя не сказал о тебе. Почему же ты сам не делаешь так, как учишь?» Слова пресс-фитера должны быть украшены словами писания. «Я не желаю, чтобы ты витийствовал на показ, выходил из себя, говорил много, не давая в том себе отчета. Все имеющие власть прежде всего должны обращать внимание не на власть над подчиненными по своему желанию, а на равенство с ними по природе своего происхождения себе». Григорий Двоеслов. Правило пастырское, 604 год. Заключаю, что через поколение, много, через два иссякнет наше православие, если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. А наконец и совсем кончится, останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник, 1863 год. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, Церкви Божией и другие духовные лица, отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил. Не помилую их, ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. Сказано, что врата адовые не одолеют Церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится Церковь. Россия может окончательно потерять ее. Епископ Афанасий Душа моя перед Тобой живого места нет. На свете том одну лишь боль носил я много лет. И ныне ранами подкрыт от головы до пят. Но более всех кровоточит, что мир отверг тебя. И романах Роман, 1998 год.